Всем профиты ребята, с вами Крил Эванс и в сегодняшнем ролике мы с вами узнаем какие дальнейшие перспективы биткоина, куда он идет, что он делает и как вообще это все связано с индексом доллара. Итак, поехали. Что мы с вами видим здесь? Итак, у нас биткоин сохраняет свою восходящую бычью тенденцию, у нас есть шикарный зазор перед ростом, да. Вот мы пробили, выбили сразу же, это у нас дневки, выбили сразу же данный уровень, у нас здесь нету никакого продавца, зашли сверху и теперь глобально идем в консолидации. Думаю, что еще, ребята, мы сходим так же, как и здесь, вот так, в такой консолидации, а потом у нас будет рост. Здесь, по сути, такая же тема формируется, вот мы еще здесь проконсолидируемся и скорее всего у нас будет рост. Или мы упадем с вами до 40 тысяч и здесь уже будем решать, что нам делать. Это у меня таких два варианта. Доминация биткоина, у нас, ребята, все еще идет на сужение, давайте с вами это посмотрим. У нас вот такой наклончик здесь, видим, да. Я реально кайфую от данной тематики, огромная поддержка от вас в комментариях, огромные просмотры, канал растет. Надеюсь, мы с вами продолжим, если я переживу этот период роста. Мы должны с вами сделать рост быстрее, чем это делает биткоин, поэтому, ребята, давайте подписываемся, поддерживаем канал, пишем свои комментарии и ставим большие пальцы вверх. Вам всем огромное спасибо, а мы продолжаем. Итак, ребятки, считаю, что мы здесь тоже находимся в таком периоде консолидации и если пробьемся опять же вниз, будет шикарная ситуация для альткоин сезона. Уже говорил это и не раз. Дальше, ребята, по догикойну, пожалуйста, не покупайте догикойн, даже если он будет стоить больше, все говорят, он будет стоить доллар. Ребята, да, он может стоить доллар, но через что он будет стоить доллар? Итак, давайте с вами разберем данный график. Это моя идея с Ридваном по поводу догикойна. Считаю, что его сольют в данную зону, вот в зону 0,02, вот сюда. Здесь у нас будет шикарная возможность его выкупать и уже идти дальше с вами в рост. Итак, ребята, заметьте, все говорят, что Илон Маск фанат догикойна. Только все забывают, что Илон Маск вроде бы купил догикойн, а потом его продал, а потом, ребята, закупил на 1,5 миллиарда что? Что? Биткоин, а не догикойн. Он анонсировал в своем твиттере и компания Тесла сказала о том официально, что они купили биткоина на 1,5 миллиарда, но не догикойна. Потому, пожалуйста, ребята, если вы не понимаете, что, как работает американский рынок, как люди делают на новостях огромные бабки, так вашими же руками эту цену запампили вот сюда наверх. Справедливая цена для догикойна в данном цикле была примерно 0,04. Вот здесь мы должны были остановиться, если бы не было никакой спекуляции новостями. Вот здесь. Мы прошли в два раза больше, чем надо было. И это все на новостях Илона Маска. Мы прошли на 200% больше. Ребята, понимаете, в чем прикол? Потому, скорее всего, все, кто здесь покупали, этот объем сольют и отберут у вас же. Потому, пожалуйста, все, кто купили на хаях, держите, держите. Может быть, вам рынок даст возможность выйти в безубыток. Может быть и нет. Я, опять же, всегда для себя определяю цели. Если я вот здесь купил и здесь продал, то следующая зона моей покупки будет минимум 60-70% падения. Итак, давайте посмотрим. Видите? 80% падения моя цель. 80%. Почему? Потому что это монетка. Это не дефляционный инструмент. Она подвержена инфляции, потому что нет ограниченной эмиссии. Но ее пользуются как? Пользуются для того, чтобы на новостях ее запампить, а потом задампить. Так вот, пампят быстро, дампят медленно. Так же, как у нас работает и обычный рынок. Очень что? Мы очень быстро растем и очень долго нас сливают, 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 сливают. Потом еще ниже, а потом мы возвращаемся. Все фанатики вот тут начинают покупать, вас еще раз сливают. Вы все забоялись, ушли, продали все свои монетки вот здесь, да? И тогда цена пошла наверх. Вот такие дела. Она так вот раз и ушла наверх одним шикарным движением. Такие дела. Потому вы должны понимать, что у рынка есть циклы, у биткоина тоже есть циклы. У биткоина цикл около 3-4 лет. Потому, пожалуйста, ребята, если вы не знаете, что такое циклы, изучайте рыночную экономику и, пожалуйста, гуглите. У вас есть YouTube, у вас есть Google, куча информации для ознакомления, для повышения своей квалификации. Я это все для вас и делаю. Я абсолютно не злой, не негативный. Я просто справедливый. Я не хочу, чтобы вы теряли свои деньги. Опять же, кто не помнит? Мы с ребятами сделали свой фонд, Evan's Trust. Люди, вопрос к вам. Зачем вы, еще даже не прочитав, что это такое, уже берете принять участие? Ребята, я пошел спать, просто залистил это. Люди пришли, накинулись, выкупили 50% фонда. Просто так вот, бах и все. Даже не прочитали, даже не видят, что оно находится в разработке. Мы даже еще не заполнили информацию, что это такое, для чего это и как, и в чем прикол рисков. Это у нас Каспер. Это именно та монетка, тот токен, который мы хотим купить на Коинлисте при сейлом всем комьюнити, чтобы научиться работать с диверсификацией. Таких проектов будет не один. Потому я контролирую ваши риски и даю вам вложиться только на 60 долларов. Кому интересно, ссылка в описании. Только, пожалуйста, прочитайте, что это такое, перед тем, как это покупать. Ребята, такие дела. Дальше. Что у нас по новостям? По новостям. Итак, Seacoin. Seacoin, ребята, хорошо смотрится. Мы или сразу же пойдем на цену 0,02, или пойдем с вами немного в коррекцию. Примерно к зоне 0,060. Вот отсюда это будет вот такой распил с коррекцией. И потом мы уже пойдем в шикарный рост. Думаю, к 2022 году, к концу, мы скорее всего пойдем даже не вот так, а скорее всего пойдем даже очень таким, мы можем немного уйти в коррекцию, даже позже, чем я это думаю. Вот где-то вот здесь, да. А потом очень быстро, ребята, одними импульсами дойти к нашей цели в 0,20 центов. Вот такие дела. Это то, что я вижу по Seacoin, и это не отменяет, ребята, бычий тренд на Seacoin. Если мы будем идти медленно, да, то мы дойдем с вами примерно к 2022 году к цене 0,06 центов, да. Если, само собой, если это, если все будет по волновой теории, то мы должны с каждым разом ускоряться. И последняя волна, пятая, да, или такая глобальная третья, она у нас должна быть очень резкая. То есть мы, скорее всего, с вами можем сходить даже вот так. Потому я и рисую вам два типа анализа. Вот мы можем медленно пойти. Сколько денег будет перетекать в Seacoin, я не знаю. А можем пойти очень быстро. Если резко у нас доминация биткоина упадет, то очень много денег с биткоина пойдут в альткоины. В первую очередь в эфир, но и в остальные монетки это все прилетит. Потому будем с вами наблюдать. Дальше. Очень интересную статью нашел. Акции падают, когда доллар достигает 4-х месячных максимумов. Почему цена биткоина падает ниже 50 тысяч долларов? Итак, давайте разбирать. Будем с вами смотреть. Итак, не забываем, что DXU это у нас индекс доллара США. Вот он у нас, где находится, давайте с вами посмотрим. Вот здесь, на 92,2. Это, ребята, очень много. Давайте посмотрим. Это максимум. Это у нас 3%. Это очень много для доллара. Вы не забывайте, это вам не крипта. Это рынок валют. 3% для индекса доллара. Это очень много, ребята. Это максимум. Это максимум. Поэтому давайте с вами изучать данную статью. Итак, биткоин падает, когда DXU прорывается и американский фондовый рынок, он по сути падает. Дальше. Цена биткоина BTC продлевает свое падение ниже 49 тысяч долларов 5 марта, поскольку индекс доллара США DXU достиг самого высокого уровня сына ября 2020 года. Давайте с вами посмотрим на данную картинку. Видим с вами, да, обратную корреляцию индекса доллара и биткоина. У нас биткоин падает, а индекс доллара растет. У нас полностью обратная корреляция. Очень, ребята, интересный знак. Потому, пожалуйста, берите себе на вооружение. Это тоже, по сути, технический индикатор, который вы можете использовать для того, чтобы понимать, как работает рынок. Видите, у нас индекс идет наверх, а биткоин идет вниз. Потому, это хороший рыночный показатель. Именно для того, чтобы понимать, где будет цена. Мы можем с вами предположить, что если у нас индекс будет падать, то биткоин будет расти. Это, опять же, предположение, но история нам показывает, что это именно так и работает. Это, ребята, не грааль, это просто технические инструменты. Поэтому дальше. Тем временем, ребята, перспектива роста ставок и потенциальной вершины фондового рынка оказывают понижающее давление на акции и биткоин, заставляя весь рынок криптовалют отступить. Рост доходности казначейства – самая большая угроза для биткоина. Итак, биткоин и риск на активы в целом были сильно затронуты ростом десятилетних ставок доходности казначейства в США в результате макроэкономической структуры. И макроэкономический ландшафт ухудшился. Кейл Дэвис, генеральный директор The Arrows Capital, сказал, «Меня не волнует твой вид ставок, но если ставки останутся без изменений, мы все уйдем на пенсию, то есть мы будем в стабильности. Если ставки пойдут выше, мы все вернемся в школу». Так говорит у нас генеральный директор The Arrows Capital. По данным Bloomberg, американский фондовый рынок, особенно индекс S&P 500, уже стер все свои прибыли с 2021 года. Давайте с вами посмотрим S&P 500. Итак, 2021 год, ребята, давайте посмотрим индекс. Кто-то здесь покупал его, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь на просадке. Мы стерли абсолютно всю прибыль. Мы с вами были на росте. Рост был 7,3%. И сейчас мы с вами упали, ребята, на 6%. Практически вся прибыль была стерта, вот. Но Bitcoin дал X2. Поэтому подумайте еще раз, куда вы вкладываете свои деньги. Все бежат покупать акции, а я считаю, что у нас есть единственный дефляционный инструмент и защита от инфляции. Тематика криптовалют все больше и больше растет. Опять же, не нужно покупать на хаях. Рынок цикличен. Как вы видите по индексу, у нас всегда будут возможности купить. Всегда, ребята, будут возможности купить дешево. Только у людей нет терпения. Некоторые покупают по средним ценам, да, вот так. Это тоже хорошо. А некоторые, большинство, покупают на хаях, потому что не понимают механику рынка. У вас у всех горящие глаза, у вас у всех фома. Вы думаете, что если цена у нас вот здесь, и рынок идет сумасшедшими темпами вот такими, то вы просто, если вот здесь не зайдете, не успеете, и он улетит. Ребята, да не улетит он без вас. Он откорректируется, и вы зайдете. Куда вы спешите все? Успокойтесь. Не нужно бегать, как хомяки, все скупать. Опять же, на нашем канале мы делаем очень много обзоров на разные монеты. Это не означает, что нужно все их скупать. Выберите, пожалуйста, 5, 6, 10 инструментов. Вложите в 3 инструмента основу, базу, чтобы у вас была опора. А на остальные сделайте диверсификацию. Распределяйте свои активы по-умному. Изучайте технологии. Не бегите, пожалуйста, за этими прибылями. Не думайте, что если вы купите все инструменты на CoinMarketCap, то вы заработаете миллионы. Это так не работает. Диверсификация работает не так. Нужно определяться, уметь. Я вам эти обзоры делаю, чтобы вы были осознаннее, а не чтобы бежали с такими глазами покупать все монеты. Такие дела. Дальше, ребята. Что еще? Итак, если рисковый рынок продолжит коррекцию или консолидацию, это, скорее всего, окажет негативное влияние на цену биткоина в ближайшей перспективе. Скотт Мелкер, трейдер криптовалют, сказал, что биткоин, скорее всего, попадет в определенный диапазон. Существует значительное давление со стороны продавцов и большой покупательский спрос, помещающий его в узкий диапазон. Итак, он сказал, сейчас мы к этому вернемся, но давайте с вами вернемся к биткоину. Итак, ребята, видите, что мы с каждым разом, как и здесь, мы с вами входим в узкий диапазон. Вот в этом диапазоне, в этом диапазоне снизу, мы были с вами примерно сколько? 8 дней. В этом диапазоне мы находимся уже больше, да? Но вы должны понять, что этот диапазон у нас, он выше, чем этот, потому мы будем здесь дольше. Итак, вот этот диапазон. От 52 тысяч, это у нас сопротивление, да? До 43 тысяч, это у нас поддержка. И ближайшая, очень сильная поддержка, ребята, это у нас 40 тысяч. Вот она. Вот эти уровни, вам нужно на них обращать внимание. Мы сейчас торгуемся в этом диапазоне. Только после выхода с данного диапазона нам цена сама покажет, куда она хочет идти. Мы, ребята, не ванги. Мы должны с вами понимать, что у нас всегда есть два варианта. На движение вверх и вниз. Потому, рынок нам покажет, мы заберем этот трейд. Если рынок нам покажет вот такой наклон, а потом, да, движение наверх, мы с вами вот здесь будем лонговать. Если нам рынок покажет наклон и движение вниз, вот сюда, и это будет panic sale, мы с вами и на шарте заработаем. Но я все еще остаюсь, как и большинство профессиональных трейдеров, в своем споте. И я считаю, что даже если биткоин и все криптовалюты обвалятся вниз, и мой спот просядет на 40-50%, я буду только рад. Потому, что я докуплю, у меня больше станет объема. Для меня любое падение это возможность увеличить дешево объем своего портфеля. Ребята, объем. Вы, допустим, даже если вот здесь купили и рынок просядет, вам плохо. Потому, что вы видите красные цифры, да, у вас типа просадка. Но это так и сделано. Красные цифры потому и показываются на биржах. Потому, что вам плохо. А зеленые цифры роста вам хорошо. Отвыкайте, пожалуйста, от психологии. Потому, если рынок даст нам такую коррекцию, это вам возможность купить. Купить дешевле, чем мы покупали раньше. Это возможность расширить больше объема, чтобы когда мы пошли наверх, у вас было в два раза больше объема. Ребята, вот логика профессионального трейдера. Я вам точно говорю, что вот так работает большинство. Заметьте, как работает Grayscale. Как работает MicroStrategy. На просадках только покупают. Вот здесь покупали и здесь покупают. Докупают и докупают. Coinbase Pro, ребята, индекс. Постоянно растет. То есть спрос растет. На покупку спрос только растет. Люди только покупают. Потому, вы должны понимать, что само собой, если все покупают, заработает меньшинство. Но мы с вами видели, что большинство теряет не из-за спота, а из-за своей психологии. Нужно покупать здесь и при просадках не продавать свои монеты. Забудьте про доллары. Помните, монеты это самое ценное, что у вас есть. Доллары это все инфляция. Это инфляционный инструмент. Он только обесценивается с каждым годом. Криптовалюта не обесценивается. Она только дорожает. Потому, пожалуйста, свои монеты не отдавайте. Не покупайте их за дорого и не продавайте их за дешево. Такие дела. Дальше. Давайте с вами изучать, что сказал нам Скотт Мелкер. Это очень известный криптотрейдер. Итак, скорее всего, здесь мы попадем в зону поражения. Много продают сверху, вверх фитили. Много покупают снизу, вниз фитили. Приятно видеть здесь явный сдвиг от предложения к спросу. А теперь, ребята, если вы не знаете законы экономики. О предложении и о спросе, пожалуйста, изучите законы экономики. Я вам попытаюсь даже в этом помочь. Заходим с вами на YouTube и пишем. Как работает американская экономическая машина. Вот. Этот ролик. Оставлю ссылку в описании. Вы должны его найти. Или сами его найдите в интернете. Как действует экономическая машина. Автор Ray Dalio. В этом ролике вся информация об экономике. О спросе и о предложении. Вы узнаете в этом ролике. Почему чей-то убыток, это чей-то прибыль. И наоборот. Чей-то прибыль, это чей-то убыток. Вы поймете все рыночные рычаги. Почему повышают процентную ставку. Почему рынок вскоре, в 2022-2023 году, должен будет упасть. Вы поймете, что это рыночные циклы. И от этого никуда не уйти. Никуда не уйти. Потому, ребята, изучайте. Это вам очень сильно поможет даже в тематике криптовалют. Свои деньги не терять, а приумножать. Потому, едем с вами дальше. Давайте посмотрим, какой у нас здесь фрейм. Четырехчасовой на биткоине. Давайте посмотрим. Это очень интересно. Итак, видим, да? Ребята. Очень-очень хорошо видим. Нам профессиональный трейдер. Нас тоже обучает. Я тоже обучаюсь вместе с вами. У нас сдвиг от предложения к спросу. Опять же, чтобы я не перепутал. Мы с вами перешли от предложения к спросу. Это самое важное. Это понимать. Итак, давайте смотреть. Вот у нас фитили одни. И вот у нас фитили другие. Очень сильно продают. Но здесь очень сильно покупают. По этому принципу у нас формируется диапазон. Как вы видите, у нас две скользящие. Сотая и двухсотая. Скользящая и средняя. У нас цена держится в диапазоне. Сотая это у нас более мелкая скользящая. Двухсотая более большая. Двухсотая формирует у нас поддержку. А сотая формирует сопротивление. Ребята, вот в этом диапазоне мы в принципе и с вами движемся. И у нас формируется вот такой поджим. Здесь накапливается энергия. Энергия консолидируется. Что такое консолидация? Это накопление энергии. У вас забирают монеты, чтобы эти монеты использовать для дампа или пампа. Потому, ребята, все, что было здесь накоплено, где-то выйдет. Выйдет вот сюда или вот сюда. Мы будем с вами смотреть, куда мы выйдем. У нас есть, опять же, зоны ориентации. Это 52 тысячи. Я все равно сохраняю бычий настрой. И все-таки я считаю, что мы пойдем с вами наверх. Но есть вероятность всегда, что рынок пойдет против нас и нас обманут. Потому, всегда, ребята, нужно держать 90% своих денег на споте. Даже если цена просядет, вы потеряете цену, а не монеты. Вот и все. И у нас ключевой уровень поддержки. Это примерно 40 тысяч долларов и 42 тысячи долларов. Вот здесь у нас ключевой уровень поддержки. И локальный у нас 42 тысячи. Вот здесь. Такие дела. Дальше. В обозримом будущем, если кривая доходности, облигация не ослабнет, угроза краткосрочному тренду цены биткоина, скорее всего, сохранится. Краткосрочный тренд это у нас шорт. То есть понижение. Итак, ребята, является ли цена биткоина медвежьей? Итак, High Stays Capital. Один из лучших трейдеров на FTX. А FTX, если вы помните, это у нас биржа, которая работает с Белоруссией. У тех, у кого есть проблемы с работой на Binance, на других биржах, и у вас недоступна работа с криптовалютами, пожалуйста, для вас биржа FTX. По ссылке в описании получайте бонусы и скидки. Что же у нас сообщает данный трейдер? Это лучший трейдер, один из лучших трейдеров на FTX. Сказал, что он остается полным спотом долго, однако. Хотя перспективы биткоина остаются, казалось бы, медвежьими, он сказал, что накопление на Coinbase Pro продолжается, как я, в принципе, и сказал. На прошлой неделе отток средств на Coinbase Pro продолжал увеличиваться. Эта тенденция указывает нам на то, что институциональное накопление биткоина продолжается в США, как сказал трейдер. Итак, что же сказал сам трейдер? Цитирую. Я видел на форуме, что люди думают, что я медвежий с моими предыдущими твитами, в то время как я просто думал о правдоподобных будущих сценариях. Существует макро-риск, и если акции верны, биткоин может последовать за ними, что и говорится о том, что Coinbase Pro все еще накапливается для спота и для позиций в лонг. Несмотря на стагнацию, рыночные структуры, различные фундаментальные показатели и целые индикаторы, предполагают, что BTC к доллару находится на бычьей траектории, поскольку биткоин вырос примерно на 100% с начала года, в отличие от акций, которые стерли свой рост в 2021 году. Давайте с вами посмотрим, опять же, график корреляции. Посмотрите, пожалуйста, как профессиональные трейдеры используют разные инструменты, чтобы себе объяснять, что же происходит. Итак, снизу у нас S&P 500. Итак, у нас стерта полностью прибыль. Если мы здесь заходили или здесь, мы вернулись к этому же минимуму. То есть мы получили 0 прибыли, если здесь их не зафиксировали. То есть стерли всю прибыль. То есть роста нет. А биткоин у нас вырос на 100% с начала своего роста. Это огромный, ребята, результат. Давайте с вами посмотрим. Это на графике биткоина. Итак, 2021 год у нас начался вот здесь. Давайте посмотрим, насколько мы выросли с 2021 года. 111% роста. А теперь скажите, что акции это лучше. Такие дела, ребята. Вот гады. Пишут и пишут. Ну, очень люблю своих подписчиков, но очень не люблю наглых людей. Ребята, у меня очень мало времени. Я очень много вам уделяю его. Поэтому, пожалуйста, не наклейте. Я очень много для вас делаю. Я просто не успеваю делать 100 проектов за раз. Я один. Я один. И мой монтажер тоже один. Мы вдвоем делаем все это для вас. Плюс у нас есть в комьюнити разработчик. И мы все не успеваем. У нас три человека работают. Три человека, чтобы делать для вас столько контента. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями или в своих соцсетях, чтобы дальше его продвигать. YouTube очень любит, когда вы делитесь этим видосом в своих соцсетях. Поэтому погнали дальше. Что же у нас говорят дальше эксперты? Если институционалы накапливают биткоин, особенно в США, это снижает вероятность падения биткоина ниже ключевых уровней поддержки, таких как 30 тысяч и 40 тысяч долларов. В отличие от предыдущих бычих циклов, массивные падения на 30-40% могут происходить реже во время этого продолжающегося бычьего цикла. В ближайшей перспективе уровень сопротивления 52 тысячи остается ключевым для дальнейшего роста. Если биткоин пробьет его, это будет сигнализировать о возобновлении бычьей структуры рынка, что сделает вероятным еще одно широкое ралли. Потому, ребята, такие дела. Я остаюсь бычьим. Я сижу на споте. У меня три портфеля заполнены просто до краев. Я покупаю лайткоин, откупаю его на низах, покупаю еще его на фьючерсе с очень большими позициями и с хорошей маржой. Потому, ребята, берегите свои деньги. Все нужные ссылки для вас будут в описании под роликом. Пожалуйста, если вам интересно, можете поучаствовать в проекте Evans Trust. Если вам интересно, можете поучаствовать в проекте Evans Trust. Можете поучаствовать в стейкинге на бирже Crypto.com токена XCRO. Считаю, что он будет еще очень хорошо расти. Давайте вам его найду, еще раз покажу в конце ролика. Вот мой план на данный токен. Считаю, что мы его купили вот здесь. Варианта у меня два. Он упадет вот сюда или вот сюда. Но до конца цикла 2022 года он должен нам показать доходность минимум 0.30 центов. А то и выше. Может быть, даже через годик он будет стоить целый доллар. Тогда мы с вами заработаем практически X10. Такие, ребята, дела. Все нужные ссылки на бонусы, на регистрации, на все, что у нас есть, на все, что формирует наша комьюнити по ссылкам в описании. Поэтому приобретайте ценность, делитесь роликом, пишите свои комментарии. А я с хорошим настроением пойду отдыхать, высыпаться и работать вместе с ребятами. Всем профит, ребята. Всем до связи. Всем пока.